Приветствую вас и по тексту вашего сообщения Становится ясно, что вы сейчас находитесь в очень серьезном переживании, в очень сильном эмоциональном стрессе И конечно же видите выход только в одном, в том, чтобы остаться одной И наверное сейчас, а вы другого выхода не видите Вот понимая измену мужа как предательство и как позор И вот в контексте той проблемы, которую вы описали, а именно, что муж изменил, знает все отделения Мы и попробуем разобрать с вами, что все произошло Формально, вашу проблему можно разделить на две части Это ваше личное отношение к ней и общественное И я здесь должен задать вам вопрос, который очень важен Насколько много вы придаете значение тому, что о измене мужа знает вся деревня Насколько это вам важно и какие из этого последствия для вас могут быть Потому что общественные отношения всегда подчинены определенным законам И законы этих общественных отношений таковы То человек либо считается с обществом, стремится быть такими, как и остальные члены общества Либо держится подаль, обособленным Естественно, что-то получаем взамен в каждом из этих вариантов И что-то теряем Надо бы определить, какому варианту обособления или ассимиляции вы тяготеете больше И в зависимости от этого пересмотреть и обозначить вашу позицию именно в плане общественного видения измены Потому что если вы тяготеете к ассимиляции То для вас, конечно, очевидно, что это позор для вас Это удар по репутации Это унижение И вы, наверное, теперь следите смотреть в глаза всем зрителям ваших деревьев Но с другой стороны, если подумать, то что эти люди думают, когда осуждают вас Для них это всего лишь повод для сплетен Для них это всего лишь еще одно событие, которое можно обсудить И, собственно говоря, поперемалывать косточки Но реально, по факту, люди не будут ничего делать, если у них все хорошо Если люди счастливы, если у людей все нормально Если они живут в гармонии друг с другом То они не будут перемалывать вам косточки и сплетничать Просто потому, что им будет жалко на это своей энергии А зачем, если у них уже все хорошо? Если же люди все-таки это делают Значит, у них у самих недостаточно активной полной жизни Им скучно И это означает, что любой повод, любое событие для них становится примером обсуждения и так далее Здесь нужно понимать, что люди, которые распространяют сплетни, не ведут беседы с вами лично Они разговаривают как бы сами с собой Через вас борются со своей скукой Борются со своими проблемами И за счет ваших проблем, стремясь сказать себе По крайней мере, в своих собственных глазах лучше Естественно, это всего лишь элизия, не более того Но для людей это элизия сладких От которых отказываться они не хотят Необходимо это понимать и придавать значение Все-таки в большей степени тому, если вы чувствуете сами Если вы живете обособленным от общества и особо с ним не взаимодействуете А мнение его для вас не важно То это является более самостоятельной позицией При которой вам нужно меньше обращать внимание на то, что подумают другие И больше на то, что, собственно, происходит между вами и супругом И, возможно, вам будет неприятно это услышать Но в отношениях, в любых отношениях То, что произошло между вами За это ответственны всегда два человека Если муж изменил, значит что-то ему не хватало Что-то ему не нравилось И дело здесь не в сексе Скорее всего И, собственно говоря Важно понять, что мужчине Было нужно Почему Он Вам изменил Что заставило его это сделать Не думаю, что человек вот так вот легко 20 лет жизни с вами Предал бы ради сиюминутного удовольствия в плане секса Думаю, скорее всего Проблемы здесь кроются всем по-другому На духовном уровне На уровне эмоциональном На, так сказать, чувственном комфорте Ваших отношений Вашей семьи Это очень важно Важно понять причину Измены мужчины И если эта смена была Под давлением определенных обстоятельств Под напором определенных Неудовлетворенностей человека И если это было сделано в качестве Экстраординарного Аффективного поступка То есть, когда человек не осознавал Того, что делал И он понимает, что совершил ошибку сейчас И при этом Желеет о ней Рассказывается То имеет смысл Такого человека Простите Просто потому, что Подобные инциденты Сделают ваши отношения И вас для него Еще более дороже Еще более ценно Но вот если человек Не рассказывается Если Вы не найдете Сколь-нибудь Оправдывающих Мотивов Для его поступков Если человек Не сожалеет о том, что Сделал И не пытается Измениться То вот в этом случае Да Можно и нужно Оставаться одной Потому что в таком случае Измена Рано или поздно Повторится То есть Конечно Факт Предательства Был И его К сожалению Уже не исправят Но важно Как человек Относится К этому И если Он Относится Негативно Понимая Весь Узас Того Что сделал И если Раньше Такого Никогда Не было И ради Тех лет Чтобы Просили Вместе Я думаю Что ему Можно И нужно Дать Шанс Шанс Еще один На то Чтобы Исправиться Хотя бы Ради Ребенка Чтобы Не оставлять Его Без Отца Хотя бы Ради Вас Чтобы Не оставлять Вас Одной Без Мужа И Помощника На который Вы могли Положиться Я думаю Что именно Так Поступить Будет Правильно А развестись Остаться Одной Разрушить Отношения Вы успеете Всегда С этим Я думаю Проблем Не будет Простите Пожалуйста За Звук Который Произошел Надеюсь Он вам Не очень Помешал Принимать То Что я хотел До вас Донести На этом Все Надеюсь Что помог Вам Если Какие То Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучше Звук Звук